Кулеба рассказал о двух видах посредников между Украиной и РФ. О посредничестве между Украиной и Россией заявляют страны, не желающие помогать Украине противодействовать агрессии РФ. Второй тип посредников – равноудаленные или равноприближенные и к Украине, и к РФ странами. Об этом сообщает РБК «Украина» со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в эфире национального телемарафона. Что касается заявлений о посредничестве. Но мы слышим их с первых дней. Войны, и у них обычно две природы, говорится в сообщении. По словам Кулебы, об этом говорят те страны, которые не хотят помогать Украине противодействовать агрессии РФ, прикрываясь мирным посредничеством. Это такое у них оправдание, чтобы ничего не делать. Также есть второй тип стран, а именно равноудаленные или равноприближенные и в Украину, и в РФ, которые пытаются такими заявлениями сохранять баланс. Но чем дальше идет война, чем больше преступлений совершает Россия, тем меньше становится это пространство для маневра на тему посредничества или нейтральности. Потому что в конце концов нужно выбирать сторону, добавил министр. Напомним, что король Бахрейна вызвался быть очередным посредником между Украиной и Россией. Ранее сообщалось, что президент Гвинеи Бесау Умару Сисоку Эмбала передал президенту Владимиру Зеленскому сигнал, что Россия хочет настроить мосты и диалог с Украиной. Зеленский ответил, что это риторика для российской аудитории и тех государств, которые еще не изолировались от РФ. Также напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия склоняет Украину к переговорам, однако выдвигает собственные захватнические условия. Потому Украина не может сесть за стол переговоров. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм. Редактор субтитров А.Семкин